мотобудни продолжается народ в общем купил короче сегодня сеточка вот такой вот алюминиевая почему алюминиевая потому что я буду ставить на радиатор я уже здесь все вырезал по размеру в общем самое важное когда вы режете сетку это определиться под каким углом она идет видно скос вот она вот эти вот линии изгиба вот эти вот вот эти вот ромбики они должны идти вниз например попадает вода или там песочек он должен вот так вот стекаться если у вас сота будут наоборот вот так вот например вот как с внутренней стороны то она у вас будет вся грязь будет этим сота радиатора что неправильно так вот будет правильно ребят когда вас о так вот идут под углом сейчас я вам постараюсь показать не знаю эта сетка насколько сфокусируется вот я думаю в отлично видно где мой палец как они идут сетка еще крашеный в черный цвет то есть она уже такая продается она у нас вот такой вот формы если даже мы ее просто засунем без крепежа на нас никуда не денется это раз и во вторых ребят мы просто так не засунем я вот купил еще вот такие вот трубочки вот резиновые это трубочка на систему омывателя на форсунки и взял вот такие вот двух видов и сейчас я примерю какие же лучше использовать это чтобы он она у нас во время движения всяких вибраций не протерла сам радиатор ну она конечно априори не протерет потому что она из мягкого алюминия из мягкого алюминия а сам радиатор у нас с более жесткого сплава радиатор выпрямленный вообще конкретно он просвечивает прям вообще вот на свет вот чуть-чуть светом прям просвечивает вообще на ура пробовал включал вентилятор они прям выдувает вообще воздух аж руку вот так прям подносишь прям вот прям аж вообще чувствуется то что мощь мощь тем более перебраны моторы теперь они работают на все сто процентов с кпд сто процентов так сейчас буду вырезать и ставить еще ребят погнали покажу готовый результат вот так вот ребят получилось сеточка смотрим вот эти вот трубочки резиновые разрезаны и одета на край сетки почему так вот все выглядит очень хорошая защита будет для радиатора сейчас я буду это все дело ставить вот так вот ребят я туда загоняю на заходит очень туго вот таким образом здесь я сейчас чуть подрежу ножичком вот встала так все сидит она плотненько все шикарно вот так вот ребят она сидит сколько просто лучше видно здесь на просвет не смотрите кто смотрел мои предыдущие видео тот знает что за просвет здесь одной соты нету ничего страшного этом нет абсолютно вот так вот сидит шикарненько сейчас я закреплю ее в трех местах здесь вот через вот верхняя ушка вот это вот в сетке здесь вот и через верхнюю рамочку я так вот ребята сетка закреплена четырех местах сеточку закрепил вязали проволочкой леска сюда не лезет блин вязальная проволочка будет понадежней в принципе она и не нуждалась так-то здесь в креплении но все равно я его сделал по центру так обязательно здесь края в принципе она вот сюда вот упирается прям запас заходит там все прям все в ажуре в общем что еще поставил нижнюю сетку родную заводскую пластикой вот это вот такое такая толстенькая потому что гравий камушек или еще что-то подкидывает и вообще то есть лишняя защита не помешает вот ребят теперь все смотрится вот так вот теперь ребята просто шикардосик видно как радиатор просвечивает он весь 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 он весь почищенный там где-то с полкилограмма песка было в радиаторе а что теперь ребятки все хорошо на резину не смотрите так и не оттер от краски скоро оттеру когда уже выезжать буду перед выездом все оттеру блин ну ребят ну вот сколько на шиномонтажку я приезжал на разные заезжая говорю у вас пластиковые лопатки есть нет у нас горит все железные игры если свежекрашенный диск вы бортировать будете на мотоцикл вы поцарапаете но скорее всего да говорит мы его поцарапаем так что я все-таки решил покрасить прям с покрышкой в принципе нормально покрасил так как бы опыт имеется краска залилась прям туда хорошенечко вот так вот есть уже радиатор чик радиатор чик вентилятор чик вот такие вот мута будни сейчас буду делать крепление под крышку крышку заливной горловины тоже поставлю новую все-таки больше поменять все сразу чем потом сезоне что-то делать скоро май месяц уже придет цепочка грм подслеживание она уже вроде пробивается уже вроде бы отправлена что ребятки все будет чики-чики чики-бомбони так еще что могу сказать регулировка фар пацаны когда будете регулировать фары свет в общем вот этот вот винт я показывал мне в предыдущем видео вообще как устроена регулировка вот этот винт она тянет отражатель на себя вот этот винт вот этот винт на нем нет такого вот паза под отвертку здесь просто под ключик на 10 он тоже регулировочный он тоже он отражатель толкает настность также на себя и также вот тебя вот эти вот два себя от себя и вот этот вот самый дальний тоже ребята регулировочный блин уже просто паришь хочу объяснить запаривайся все ребятки хорош наверно блин вчера до 12 ночи делал мотик сегодня короче как проснулся начать делать мотик и вот так у меня каждый день ребят абсолютно каждый день скоро будут пока тухи пока тухи все ребятки так ну и все ребятишки в общем такие вот видишь ки такие видюки друзья вот что ребятки занимаясь мотоциклом были вообще прям с утра до вечера в таком темпе таком знаете в усиленном темпе блин апрель месяц как бы вообще не радует да вот сегодня на улице плюс 5 да вообще ни о чем дождик моросит постоянная такая вот шляпа происходит в апреле месяца и я вообще не тут как бы не сожалею то что блин не успел в апреле запустить мотик пока тосить просто уже как бы скоро май вообще вот уже прям на днях да блин ребятки с апреля максимум может быть дней 10 можно было пока тосить и все это прям край 10 дней но ребятки вот короче как есть так есть чтобы не скрывать дабы не врать все ребятки всем счастливо всем пока ставьте пальцы вверх подписывайтесь и пишите комменты